Новые возможности для качественного лечения и диагностики заболеваний органов брюшной полости появились у врачей областного госпиталя ветеранов войн. Здесь установили эндоскопическое оборудование. Речь о целом комплексе аппаратов. К примеру, специальные видеостойки позволяют хирургу на большом экране увидеть даже мельчайшие отклонения в организме. Операции планируют проводить и урологического характера. До этого у нас была старая стойка, купленная больше 15 лет назад. И морально она уже и физически устарела, и износилась. Это оборудование позволяет выполнять практически любые операции на органов брюшной полости, на почках, на мочевом пузыре, на простате. Лечить и посттравматические какие-то повреждения, если вот такие возникнут. Оборудование в госпитале работает на износ. Оттого важна его функциональность. В этом году хирурги планируют провести не меньше полусотни оперативных вмешательств с помощью новой эндоскопической системы. Она поступила благодаря поддержке фонда «Память поколений». Благотворительная организация не первый год содействует областным специалистам. В этот раз помощь составила больше 7 миллионов рублей. Наш фонд «Память поколений» с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам всех боевых действий. Мы стараемся помогать не только адресно, но и системно. Именно поэтому у нас уже несколько лет действует программа по помощи госпиталям для ветеранов войн. Это конкурсная основа. Каждый госпиталь представляет свою программу модернизации. И, соответственно, на основе этой программы мы выбираем победителей. Победители формируют запрос самостоятельно, составляют список необходимого оборудования. Это позволяет подойти к вопросу оснащения комплексно, исключая покупку уже имеющихся аппаратов. Они поступают в медучреждения и по региональной программе. Так, до конца года в областном госпитале ветеранов войн планируют обновить не только технику, но и площадку для исследований. Мы провели анализ финансовых возможностей учреждений здравоохранения. В настоящее время составили, так скажем, стратегию развития всех лечебных учреждений, в том числе среди них и госпиталь ветеранов войн, который на средства обязательного медицинского страхования будет приобретать диагностическое оборудование и проводить текущие ремонты помещений. Шкурить и шпаклевать закончат к концу 2024 года. Тогда же в отремонтированные кабинеты установят системы для диагностики и исследований.